привет друзья сегодня решила сделать обзорное видео по материалам потому что было достаточно много вопросов но хочу поделиться своей радостью смотрите что я купить я все-таки сгоняла fix price я живу за городом fix price у нас в городе и правда последние 6 купила бутылочки вот бутылочки для соусов fix price и здесь 550 миллилитров стоит она 77 рублей я вам сразу скажу что это недорого почему вот эти бутылочки до которые я заказывала алиэкспресс они обошлись не где-то по 42 или по 43 рубля но в них 250 миллилитров а в этих 550 и 77 рублей это недорого тем более что эти бутылочки я покупала на год назад поэтому цена в общем-то вполне нормально вот так что почему очень радуюсь потому что краски я развожу как бы заранее вы вот видите здесь у меня стоят краски это уже сейчас я покажу покажу чуть-чуть подниму камеру вот видите там краски у меня уже разведены вот и был вопрос сколько стоят краски краски стоят пока не закончится и надо будет делать но я даже их надо сказать и не мою прямо туда наливаю свежую разведенную краску ничего с ними не случается единственно конечно надо обязательно хорошо сбалтывать перед применением вот и здесь и еще что белая строительная готовая да когда постоит начинает слегка неприятно пахнуть но я скажу что это никак не влияет на качество жидкого акрила то есть в заливках он ведет себя точно так же несмотря на запах вот по поводу бутылочек сейчас расскажу про материалы да и заодно сделаю покажу как я развожу краски у меня закончилась маженто моя любимая моя любимая маженто и вот как раз в новой бутылочки я сделаю пару красок вот смотрите белая сейчас я покупаю вот такая фирма волна краска для стен и потолков моющийся супер белая почему ее потому что она не хуже других но дешевле работает хорошо не трескается в общем все хорошо что вот такой вот клип его я использую фирма лака для приготовления медиума медиум значит как я готовлю краски есть под каждым видео абсолютно под каждым видео краски я готовлю всегда одинаковый лак для приготовления жидкого акрила я не использую лак использую только для покрытия готовых картин все вот у меня уже тут есть медиум разведены хотя можно развести сейчас медиум чтобы в общем показать как и чего я расскажу а я не приготовила воду сейчас я итак сейчас я приготовлю медиум я просто не знаю хватит мне его ли нет я хочу приготовить белую потому что она у меня вот уже закончились видите каких юмкостях я готовлю белым потому что ее уходит много я готовлю ее много так белая все медиум я уже запуталась медиум то есть получается три части медиума и одна часть воды значит получается три части если взять по 200 грамм это 600 грамм до 600 миллилитров вернее и одна часть воды это 200 то есть мне надо довести до 800 у меня обязательно есть тряпочки я сразу вытираю потому что потом все это засыхает трудно открыть но молоточком постучать и снова можно открыть конец так 600 и 200 миллилитров воды и все это тщательно тщательно размешиваем были вопросы по поводу почему я не снимаю себя на камеру лицо да могу сразу сказать что и очень много снимаюсь на камеру и даже на этом канале если вы там пройдете вниз посмотрите предыдущие видео я там есть моя милая мордашка довольно часто фигурирует на камеру да я к себе так отношусь с любовью поэтому так говорю вот если вам интересно познакомиться со мной поближе вы можете пройти по ссылкам под видео под каждым видео есть ссылки на мой второй канал где я занимаюсь танцами и учусь танцевать шаффл ну и о здоровье о том как в 60 лет в общем то чувствовать себя на 25 и заниматься танцами и у меня еще есть еще один и есть еще один канал где я себя позиционирую как консультант реинкарнациолог я рассказываю о своей профессии там отзывы уже есть о погружениях отзывы о моей работе если вам интересно можете пройти по ссылкам посмотреть итак медиум я размешала бывает часто сказать неважно что здесь написано главное чтобы он был универсальный ну прям супер какой-то экстра я не знаю надо лучше не брать обычный какой-то об строитель там или какие как они еще называются у меня почему-то только строитель да ну видимо что вот есть в магазине то и беру вот универсальный и потом я не мою допустим здесь же развожу белым здесь же разведу белую краску были вопросы по поводу белой строительной белую строительную я развожу точно так же как любые другие краски то есть одна часть краски и одна часть медиума медиум кстати он не разжижает краску на самом деле он просто делает количество больше то есть если вы разведете просто краску с водой у вас будет немного жидкого акрила но если вы разведете с таким же количеством медиума у вас будет краски жидкого акрила в два раза больше но допустим больше медиума лить чем одну часть не советую я делала такой эксперимент в общем-то краски сильно смешиваются и теряются в цвете поэтому один к одному одна часть краски и одна часть медиум сейчас я разведу белую и дальше уже поговорим о остальных красках какие я применяю краски любую краску которую вы берете обязательно тщательно надо перемешать потому что бывает что все равно они откладываются отстаиваются неоднородные поэтому обязательно перемешать и наливаю так сколько у меня там я здесь пустая там можно в общем-то литр сделать наливаю 500 миллилитров краски обычно я делаю вообще в кастрюлю в какой-нибудь сразу два литра сегодня сделала так пока можно убрать вот видите 500 миллилитров и медиум я сейчас еще раз болтаю где у меня крышка хорошенечко чтобы уже наверняка он мне там был весь перемешан и столько же медиум до литра вот я специально сделала метки этим фломастер не есть такая лопата на кухне она мне как-то не пригодилась я обычно доберу кастрюлю такую трех литровую и развожу сразу два литра краски чтобы каждый раз вот это не тратить на это время так решила все-таки перелить не удобно мне здесь размешивать емкость побольше это банки из-под старых красок их не выбрасывайте потому что в них удобно разводить краску кстати да еще по поводу вопросов смешиваю ли я цветные краски с белой нет не смешиваю только тогда когда мне нужен определенный допустим какой-то пастельный оттенок тогда да я могу добавлять белую но уже готовую добавляю я имею ввиду готовый жидкий акрил ну хотя это не столь важно можно смешать сначала краски потом добавить и медиум не принципиально абсолютно тут вот кстати вот одно из основных условий для приготовления жидкого акрила это тщательно перемешиваем обязательно то есть вот перемешивать пока у вас будет абсолютно однородно выглядеть краска то есть никаких разводов там еще что-то вот это белая белая я ее разложу точно так же как любую другую краску одна часть строительной белой и одна часть медиума молоток нам нужен разводить лопатку можно у меня стоит обязательно бадья с водой куда я бросаю уже использованы инструменты для того чтобы они потом отмыть это очень трудно уже даже не отмывается придется открывать так вот я помыла после белой я всегда мою потому что но не хочу чтобы был там белесый оттенок его не будет все равно скажем так в яркости уже может чуть-чуть там за миллиметр потерять вот а когда делаю краски я могу в общем-то не мыть смотря какие вот допустим если вы разводите краски впрок до бутылочки то много начинайте с самой светлой вот допустим делаете синюю я начинаю там с какой-то может быть салатовая потом мятную потом там голубую то есть я не мою каждый раз я краску сделала перелила сделаю следующую вот и так к наиболее темному оттенку вот сейчас я хочу сделать в новые бутылочки эту как калер я беру только поле у меня есть вот такие краски вот я буду готовить сейчас мадженту с браубергом и луч и наверное еще колик добавлю сейчас какой-то вот малиновый он мне не очень нравится потому что он все-таки делает более пастельным но посмотрим то есть можно немножко добавить лишь скажем для количества для удешевления краски и посмотреть какой будет оттенок вот сейчас я сделаю бирюзу так у нас 550 ночи мы делаем 500 значит делаем так делаем 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 у меня тут нет отметки 250 нальем приблизительно так приблизительно будет где-то вот так вот наверно до 250 и доливаю до 500 медиум не лака воду только при необходимости если вы видите что получилось в общем-то ну почему я еще радуюсь этим бутылочкам все-таки 500 сделала и надолго хватит и можно не делать там каждую неделю краски я конечно каждую неделю не делаю потому что сейчас я не заливаю большие холсты я думаю все все будет и большие тоже у меня были большие заливки если посмотрите на канале есть видео даже были холсты 60 на 80 я делала большие поэтому есть пока сейчас не делаю потому что много другой работы вот видите в общем-то по состоянии такой же как колер колер не скажу что жидкий ну и не особо густой есть вот колеры допустим вот так это у нас что забыла какая фирма ну тоже ижевская фирма так а карбон вот карбона не погуще вот есть фирма рогнеда вот которые я беру перламутровые для краски активатора они тоже такие ну как палишь и палишь вот колерами которые пользуюсь палишь рогнеда и карбон они разные есть кстати вот заодно покажу вот есть сказка декоратор допустим там есть видео со словарем я все это показывал вот такие эмали это просто эмаль называется у них разные названия есть колеровочная паста краска декоратор просто кори колеровочная краска но в общем разные по они по-разному называются но суть одна я вам скажу какие-то гуще да какие-то жижи но смотрите то есть вы все равно разгадите один к одному с медиумом да а потом при необходимости добавляйте воды если допустим чувствуете что видите вот она вот так вот льется как кефир можем наливать нашу красочку вот здесь видите только колер и только медиум все сейчас буду разводить мадженту сначала буду смотреть по оттенку самой краски ну и конечно же не ленитесь со стенок все собрать потому что это достаточно много краски еще остается на стенках да старые бутылочки уже ладно как-то уже не охота отмывать особо она вытащила новые на самом деле вот этот носик не особо мешает его можно просто взять вот так вот когда вы наливаете или что-то он довольно большой вот в тех вот маленьких бутылочках тоже продавались носиком я не стала брать но у них вот это вот короткая и неудобно а вот в этой прям удобно видите пальчиком зажать и можно наливать куда угодно красота так и сделаю мадженту тут у меня вот все по заканчивалась надо все это как-то вместе с это как что-то есть у нас тут нет не тут все засохло что-то нам не нужно так я беру вот такое какая то просто розовый браубик ничего себе тут активно как так что я делаю я беру ножницы отрезаю кончик и вот посмотрите сколько тут еще краски то есть вот не ленитесь потому что даже если не выдавливается уже тут еще полно краски смотрите сколько краски еще навалом краски ну конечно потери все равно неизбежно потому что выж самый лучший инструмент это человеческие руки вот поэтому палочкой не всегда удается прям все 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 но тем не менее там еще полно краски вот так вот я вся тоже в краске ну я думаю что это того стоит чтобы в общем то там практически наверно где-то может быть еще 10 миллилитров краски как минимум так это же самое вот здесь я выдавливаю то что выдавливается что-то выдавливаете выдавливаяшь уже и тогда обратно вниз отрезаем еще у нас есть кросс так надо будет лучше потом вниз это все смотрите сколько краски сколько краски так начнем надо я хочу сделать много поэтому нам надо сколько 250 миллилитров краски я беру вот такую щу луч называется сиреневая ну наверно сиреневая но им им видней это я готовлю мадженту ну или что-то около того я все равно руководствую своим вкусом как мне нравится я делаю как у меня кто-то может быть скажет что это не маджента но это уже дело 10 прямо вот хорошо все забрать сначала я размешиваю краски краски колера неважно что вы разводите да просто размешиваю чтобы посмотреть какой у меня будет цвет и добавлю входит это малина еще бывает добавляю фуксию чуть-чуть чтобы появился так красноватый оттенок видите какой он прям малина со сливками скорее всего ну для количества да он в общем-то пойдет так немножко вот сейчас посмотрим что у нас получилось маджента у меня самый такой сложный цвет есть конечно готовые краски маджента можно купить готовую тоже у разных производителей совершенно разные оттенки и сюда же медиум столько же до 500 хорошая краска если вы допустим готовите ну не такой сложный цвет скажем как у меня маджента да потому что у меня готовые маджента нет поэтому я готовлю сама надо кстати заказать все как-то собираюсь а вот допустим как мы делали бирюзовую да можно поступить легче но почему там я так не знаю не делал вот ну делает по моему марина так это удобно то есть наливаете ну тут надо конечно бы написать фломастером да потому что здесь очень очень мелко цифры очень ну вот вижу допустим тут 400 то есть можно налить допустим там 200 колер и 200 медиум и просто взболтать в самой бутылке ну я просто очень люблю сам процесс приготовления красок с удовольствием этим занимаюсь ну поэтому видимо я не взбалтываю готовлю вот так вот все готово то есть я для чего это все показала для того чтобы вы понимали что вот здесь просто колер один колер и медиум здесь и краски и колер причем краски разные разных производителей но в результате это все жидкий акрил и в общем то скажем экспериментируя с красками смешивая разные понимаю что в общем то здесь не принципиально из чего вы делаете жидкий акрил с художественного акрила с колера там что то у вас еще какие то есть там колеровочные пасты или вот типа как соло гоя они как бы жидковаты они как колер по густоте да то есть я тут тоже воды практически не добавляю а когда вот с красками но тоже видите вот воды не понадобилось это вот наверно за счет колера потому что он жидковат все готово надеюсь что я ответила на вопросы которые действительно часто встречаются вопросы по поводу материалов которые я использую то есть я в общем то использую все подряд все что есть в магазине ну не все что есть в магазине а все что мне допустим нравится какой цвет какие колеры и краски и колеры и в общем покупаю то что нравится вот а кстати был вопрос еще по поводу перламутровых красок вот металлик я еще не покупала ну как то у меня руки еще не нашли но перламутровые вот палеж колеры краска колер акриловая голубой жемчуг то есть она перламутровая и вот эти краски тоже работают как активаторы в заливках по техникам шели но чуть чуть слабее я все-таки туда добавляю белый амстердам так ну надеюсь я теперь точно на все вопросы ответила если еще есть вопросы всегда рада задавайте пишите комментируйте я с удовольствием всегда общаюсь отвечаю на вопросы очень рада обратной связи ну вроде бы все как всегда всех вас люблю всем пока а пока сейчас Продолжение следует...